Всем здорова! Что-то моя нервная система себя в последнее время слишком хорошо чувствует. Поэтому, ребят, сегодня берем телефон, запускаем то самое приложение под названием ТикТок и смотрим на скейтбординг. Ладно, ребят, сегодня реально посмотрим на скейтбординг, потому что я хочу смотивироваться. Это во-первых. Во-вторых, увидеть крутые трюки. Ну и в-третьих, чтобы вы тоже увидели крутые трюки, потому что я надеюсь, что американцы, мы будем сегодня смотреть на американский скейтбординг, заливают крутые трюки не только в Инстаграме на Ютуб, на Трэшер, но еще и в ТикТок. Так что, ребят, присаживайтесь поудобнее, берите себе покушать, попить и поехали. И первое видео у нас кошечка, которая встала на доску и спокойно едет, уже сидит на ней. Подруга в шоке, типа что происходит. Это круто, я бы хотел себе домашнее животное, которое умеет кататься на доске и не боится ее, самое главное. О, так, сейчас трюк какой-то будет. О, трешечка через Бен. Блин, ну жду. Сейчас будет по-любому. Три и восемь миллиона лайков на этом видео. А у нас что? Только позер катается и собирает максимум там 10 тысяч лайков и все. Вот сейчас прям вообще не понял. Я видел, конечно, что курица на доске каталась и сделала фифты. Но чтобы попугай... Офигеть! Чего? Это точно не монтаж, ребят? Я вот что-то не понял. Птица приучена кататься на фингерборде. Подруга на доске, три с половиной миллиона лайков. Не просто так, по-любому. Ёй. Улыбается, несмотря на то, что упала. Биг флип. Ну нормально, неплохо. Поставим 3 миллиона 500 тысяч первый лайк. Нифига себе. Девочке три года. Она в платье, катается на памп-треке. И ей пофиг, нормально стоит. Чего? А теперь полная противоположность. Дед катается. Фазерс Дэй, День Отца. Блин, круто. От меня в старости тоже ждите подобные видосы. Надеюсь, что он соберет тоже 3,5 миллиона лайков. И на ютубчики в идеале. Но там будут трюки. Да, потому что лонгборд это, конечно, прикольно. Но лучше с трючками в его возрасте. Сколько ему лет, кстати, непонятно? Нет, непонятно. Два года. Чего? Два года. Ой-ой-ой. Блин. Хорош. Капец. Капец. Не, ну красава. Это, типа, понятное дело, не жестко, но все же. Теперь, в принципе, понятно, почему у американского скетборринга такой высокий уровень. Потому что детей вот буквально практически с рождения ставят на доску. Не важно, мальчик это или девочка. И в итоге они уже 8 лет катаются как профессионалы. Ну, а потом уже через время, лет в 14, становятся реальными прочниками и попадают на трэшер. Так. Подруга сделала флип. Слезла. И сразу же клеит новую доску. Потому что, наверное, доска за флип. Я фиг пойми. Так. Мгновенно. Ну что, сейчас, типа, соберется тап или как? 3-2 миллиона лайков. Откуда такое количество? Объясните мне. Капец. А, ей нужно успеть, типа, за полминуты или за фиг пойми, за минуту что-то сделать. Типа, наклеить наждак и вырезать его. Ничего не понял. Первая дырка. Все? Окей. Непонятный видос. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Твоем. В мега рампе. Ой, в бигейре это что? Что? Они досками поменялись? Охереть. Что? Кстати, тут меньше, чем 2,5 миллиона лайков. Могли бы комплиц собрать, собрали бы больше. Что? Как такое вообще можно снимать? Вы гоните еще и в TikTok. На YouTube-чик такое надо заливать. Так, три причины роста курса биткоина в 2021. Интерес крупных инвесторов. Независимость от инфляции. И цикличность. За падением идет высокий рост. Сейчас биток понемногу падает, но это пока что. Инвестиционная компания Avlon прогнозирует рост этой крипты, и они уже докупили биткоин на падении. Эта компания активно вкладывает средства в крипту и перспективные стартапы. Они в этом деле уже более 5 лет и всегда успешны благодаря опыту и профессионализму своей команды. Самая важная и незаменимая часть их команды – инвесторы. Поэтому Avlon предлагает им лучшие условия. 1,3% окложенные суммы каждый день, надежность и гарантию, а также бонусы к долгим инвестициям. Пока еще не босс, но ты можешь стать одним из 490 тысяч инвесторов, пройдя простую регистрацию по ссылке в описании, ведь каждая регистрация очень сильно поддержит мой канал, потому что благодаря им я могу снимать вам контент и путешествовать. О, обидненько, обидненько. Малые факи тычат. Они в скейтшоп идут менять новую досочку. Что это за доска? Какая-то локальная, походу, в местном шопе. О, это Кейдов, что ли? Где-то я видел этого чипа. Или это просто он похож? Клеит наждак. 3,2 ляма лайка, кстати. Да. Ну, типа прикольно, но... Ну, это сбор доски. Второй подряд. Пенни-борд. Как же без него? Блин, прикольно, кстати, смонтировано. Интересненько. Чего? Блин, это жесткая. Фу, мне аж плохо. Ой-ой-ой. Это Тифанк или нет? О-о-о, под тачку. Ну, такие даунхиллы опасная тема. Тысячу раз подумайте и потом только вкатывайте. Ну, у нас, в принципе, таких даунхиллов почти нет, так что все в порядке, расслабляемся. Чего? Так, я сейчас не понял, она реально собирается сидя проскользить по волнообразной периле? Сидя? По периле? Да, двойной. Ну, сука. Это стрёмно. Ну, я бы, наверное, не согласился. Танигани, если ты сейчас делаешь, я не знаю, что будет. Ну, лайк точно поставлю. О-о-о, вот это стайл. Также своего сына буду учить кататься, если будет сын. А, если дочь, тоже буду учить кататься, так. Оп, только она еще на локотнике наденет. Думаю, что все-таки девочка, сами понимаете. Кстати, о девочках. Так, что сейчас будет? Разбежалась и побежит по скейт-парку. Классический прикол. Мне кажется, все так делали. Типа, я как минимум раз 10 за свою жизнь и по приколу это делал. Так, минутка самоката. Я не знаю, тут вот скейтбординг, сами видите. Даже хэштег есть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самокат, по идее, попал в тачку и вроде как немного в голову. Но все в порядке, обошлось нормально. Руку сломал, походу, да? Блин. Грустно. Сломать руку это очень больно. И еще потом очень долгое восстановление. Разрабатывал я ее около трех месяцев. И потом только уже все стало в порядке. Но три месяца я прям мучился и надеялся, хоть бы я смог выровнять свою руку. Но в итоге все хорошо. А, нет, не эта рука. Вот эта. Все хорошо. Опа, еще одна девочка скейтер. Откуда у вас так много? Не гони. Она сейчас прыгнет, это? По-любому прыгнет. Я в нее верю. Ой-ой-ой. Стайл, стайл. Е-е-е, блин. Давай делай. Я жду. Все ждут. Ну, 1,9 миллиона лайков, значит, почти 2 миллиона типов дождались. И все, дождались. Лайк. Еще подруга. Вы что, гоните? А где типы скейтеры? Все, исчезли? Блин, стайл. Подруги в последнее время максимально круто катаются. Так что, девушки, давайте. Если вы еще не скейтбордистки, покупаем досочку и идем на спорт. И учимся кататься. И будете делать то же самое и собирать 2 миллиона лайков в тиктоке, в инстаграме, на ютюбчике. И как раз будем распространять скейтбординг. О, блин, аквапарк. Я так хочу в нем когда-то прокатиться, ребят, вы не представляете. Заброшенный аквапарк, что может быть лучше? Яркие краски, ну, на горках, понятное дело. Красивые цвета. Вы сами видите. Опять подруга, да? Ой-ой-ой, ну, она могет, могет. Или это тип? Я не понимаю просто. Сзади ничего не ясно. Майонел. Ну, если подруга, то круто. Нормально в пулю гасится. Снова подруга. Я просто реставил вниз. Это какой-то не американский скейтбординг, а женский скейтбординг в тикток. Ну, давай, покажи мне, что ты сейчас делаешь. Ну, гасится она нормально. О, опять птичка. Серьезно, птички так на пофигах катаются? Блин, может, все попугая завести? Будет выезжать, наверное, на спот и гаситься на фингерборде. А если вырастить такой, знаете, здоровый, хендборд ему купим? А если вообще, да. А. Можно вообще голубя жирного с Барси привезти и учить его на нормальной доске кататься. Но я не уверен, что он щелкнет, потому что, ну, вы видели, какие они. Такие просто огромные. Тут, кстати, в Турусе они какие-то гнилые. Они дрещавые. Меньше, чем этот попугай. Что? Блин, типа уже собаку учит кататься. Блин. Вот это кайф. Ой-ой-ой. Жестко. И что в итоге? Конфликты? Подруге нравится. А тип, наверное, злой из-за того, что его скинули. Жестко, жестко. Опять птичка. Только тут и живая, и мертвая. А, типа на игрушке показывает. Типа смотри. И сейчас птичка повторит. Охренеть. Блин, стайл. О, теперь вместо собачки человек. Наконец-то ребенок. По памп-треку катается. Я, кстати, вчера катался на памп-треке. Прикольная штука. На разминочку для кардио-тренировки самое оно, ребят, перед катанием. Так что, если у вас около спота или около скейт-парка есть памп-трек, на нем раскатываетесь, ноги как раз забьются. И будет вообще стайл. Не, кстати, без приколов. Офигенная тема. Опять подруга. Че? Нифига себе. Походу с артбул катается. О, лонгбордик. Ну, это прикольно, но мне не так нравится. Танцульки, все дела на лонге. Не мое это. Но все же прикольно. Но, как говорится, на вкус и цвет. Так, не понял. Опа-на! Что это такое? Так, ладно, пайват умеет. Все-таки не везде американский скейтборинг такой крутой. Но это не американский, а, скорее всего, азиатский. Опа-на! Хода большие. По перилке наверх что-то нет? А, нет. Ой-ой-ой. Вот если бы это была перила по грудак или хотя бы по яйца, и она не заканчивалась, а еще нужно было бы проскользить достаточно много, вот на это я бы посмотрел. Это было бы очень больно и очень жестко. А так просто доска сломалась. Жить можно, в принципе. Разгончик. Пифты на тейл. Зачем? Зачем? Ну, все, успокоился? Переделывай. Молодец. Вот это интересный видос. Блин, на нем нужно 3 ляма лайков, ребят. О, Тони Хоук. Заставляйте Поп делать флип для того, чтобы они в итоге получили то ли доску, то ли что, фиг знает. Ну, в общем, прикольная тема. Все, никто не делает? Джордан и жалко, типа. Близко. Давайте сделайте кто-то флип. Вас Тони Хоук просит, ребят, если бы он меня попросил, я флип с 40 ступеней попробовал. Ну, не с 40, ладно. С 12 легендарных бы попробовал. Ой-ой-ой, хорош. Что он дал? Колеса? Нормально. Опять ребенок на доске. Мне кажется, он ходить только научился и сразу же на доску. Блин, круто. Красавчик. Вообще, респект. Лайк. Да, я удивляюсь тому, что он едет на доске, типа для меня это круто, потому что, ребят, это малой, которому 2 года. Или полтора, 1,2. Ну, по идее, полтора. Бордслайдик. Ой, сейчас автобусик переедет. Все, прощай. И привет, новый видосчик в ТикТоке. Где этот тип собирает новую видосочку. Ой-ой-ой, вот это прикольно. А, я выкупаю этого, типа. Блин, это жестко. Ой-ой-ой. От него тоже еще видос, где он собирает новый комплит. АСМР. О, пёсель на крузаке. Нормально гасит, кстати. Блин, и контролит это все. Я так спустя 2 года катания не контролировал, да сколько это собака. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, доделал. Ну, упал жестко, тип, конечно. О, поволчарья, красава. Надо будет ему скинуть. Ой, снова женский пол. Давайте посмотрим, что сейчас будет. В пул скатывает женский пол. Хорошо. Ну, там же... Ни хера себе. Не побоюсь этого слова. Даже двух. Офигеть. Блин, ребята, это очень стрёмно, чтобы вы понимали. Девочки, давайте показывайте и наш украинский, русский, белорусский скейтбординг. Чего? Вот это стайл. Блин, тоже хочу когда-то научиться подобную тему. Но те, кто катаются на Санта-Монике, в Лос-Анджелесе, в этом парке, они все как сумасшедшие ебашат. Ну, в принципе, вы сами видите. Я ни одного гнилого видоса с этого парка не видел. Ой-ой-ой. Ну, нормально убрался. Опа, она еще подруга. Вер Трампе. Что? Она вылетает? Это еще и ребенок. По-любому какой-то профессионал уже и зарабатывать скейтбордингом нормальные бабки. Офигенно. Ну, а катается она, конечно, очень жестко. Блин, сколько ей лет? Блин, ей лет 8, 9, 10 макс. Во-фронт фибл на ноуз-мэне? Чего? Еще и ноли флипаут, наверное, сейчас будет, да? Не гони, если сделает, это что? Что? Сказать, что это незаконно, ничего не сказать. О, ну и финальный видосик давайте с аквапарка. Блин, как круто. Как я хочу туда попасть. Блин, представьте, какие-то эмоции в таком туннеле о ярком покататься. И потом выехать вот так вот и кататься дальше по яркому открытому туннелю еще и в солнечный день. 100% однажды найдем заброшенный аквапарк и покатаемся там. Ну, а теперь, ребят, давайте заканчивать. Видосик был очень интересный, как по мне. По крайней мере, я вот насладился скейтбордингом, насладился эмоциями. Получил точнее их. И сейчас приеду домой, быстренько смонтирую этот видосик, закину его на ютюбчину, смонтирую не быстренько, точнее, а качественно. И потом поеду кататься и снимаю для вас скейт-контент на второй канал на жизнь скейтера. Так что, если что, ссылочка будет на него в описании. Там скейт-видосики от меня, влоги, крутой скейтбординг, стрит, скейт-парки и так далее. Ну, а вы ждите видосик новый на этом канале очень скоро. Подписываемся на канал, оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии. И всем пока!